Мы прорабатываем на этот вопрос, потому что по каждому контракту есть свои права и обязанности, и есть также денежные компенсации, соответственно, прорабатываем на этот вопрос. Дальше мы договариваемся о том, что мы убираем. Денис Александрович, порядок наводим. Денис Александрович, представьте, на него посмотреть хотелось бы. Можно, подождите, дальше закончим. Дальше мы загоняем мульчер, убираем. Нет энтузиазма? Ну, пожалуйста, мульчируем. Принимаем решение по подготовке почвы и леса восстановления. На следующий год, да. На той площади, которая... Весной лучше прижимаем. Осенью, в смысле, нету, потому что тут еще воды много достаточно. Весной прижимется лучше подготовить почву. А весной уже не проедете. И весной поставить почву, чтобы она маленько присела. А весной уже проводится лесоосстановление. Елена Юрьевна, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, этот план касается всех участков, которые сейчас вырубили? Пока здесь, потому что мы Амалина тоже печемся. Да, много вообще участков. У нас там 20-20 китайцев. Давайте не будем, что такое. Я прошу прощения. Нам это важнее. Но кульчирование – это очень серьезные затраты для нас. Мало того, что мы здесь и так понесли убытки, в плане того, что мы купили там, сначала заплатили денег комитету за эти участки. То есть в результате мы в силу форс-мажорных обстоятельств… Представитель не комитета, а государственные предстоятельства. Ну, комитет предстоит государству и просто через комитет продают деньги в федеральный бюджет. То есть мы все эти затраты понесли. На данный момент вы сами видите со всеми представителями, что мы здесь еще понесли затраты в виде вырубки, очистки. То есть мы на данный момент свои обязательства, как смогли… Ну, не как смогли… То есть в рамках законодательства мы сделаем. Заталнёмся. Да. По форс-мажорным обстоятельствам мы не можем дальше двигаться. Просто вы нашу сторону тоже поймите. Получается, на данный момент мы несем только затраты. То есть давайте все развернемся тогда друг к другу и вместе потушим от пожара и решим. Ваши предложения и видимы по этому вопросу. А потом мы все вместе седем…